Здравствуйте! На канале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас такой вопрос. Что значит слова Господа «возлюби ближнего своего как самого себя»? Как надо любить себя и как надо относиться к ближнему? Вообще с этими словами о любви к ближнему пересекается еще одна нравственная максима или евангельский императив. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И действительно Господь неоднократно и по-разному эту максиму утверждает. Например, в чине венчания мы слышим такие слова апостола Павла, где он говорит «Мужие, любите своя жены, яко своя телеса, любящий бо свою жену, себе самого любит. Никто же бо, когда свою плоть возненавидит, но питает и греет ее, яко же и Господь церковь». По-славянски я передаю эти слова, поскольку каждый священник, который совершал много венчаний, помнит эти слова именно в церковно-славянском изложении. То есть апостол Павел говорит о том, что к самому близкому человеку, который есть у мужчины, это его собственная жена, он должен относиться с любовью и любить ее так же, как он любит свое тело, потому что никто никогда свою плоть не возненавидит, но питает и греет ее. Если не вдаваться в философские тонкости или всевозможные извращения типа мазохизма, а напомню, что эту тему начали обсуждать еще и в таком контексте, а что делать, если я себя ненавижу? Должен ли я ненавидеть так же других людей? А что делать, если мне нравится, когда мне причиняют боль? Должен ли я причинять боль другим людям? Понятно, что это уже извращенное толкование и достаточно абстрактное размышление. Речь все-таки в словах Господа говорит о том, что в норме здоровый человек относится к себе с любовью, старается прощать себе всевозможные ошибки и недочеты, относясь к себе требовательно, не требует от себя невозможного, не требует от себя лишнего, хотя мы постоянно являемся свидетелями того, как люди, например, излишне перфекционистами, будучи очень требовательно относящиеся к себе, соответственно, начинают сверхтребовательно относиться и к другим людям. Человек, который не может простить себя за тот или иной поступок, не может простить и других людей, совершающих утерянные проступки или грехи, но все это неверное отношение к себе. Поэтому очень важно, чтобы у человека было здоровое отношение к себе, чтобы он любил себя правильно, чтобы он принимал себя. И вот здесь очень важное слово, которое мы должны употребить, это принятие. Человек должен принять себя таким, какой он есть, после чего возненавидеть свои грехи, последовательно с ними бороться не с самим собой, не используя и не находясь в состоянии так называемой аутоагрессии, то есть агрессии, направленной на самого себя. Мы это часто видим, например, в жизни подростков, во всевозможном членовредительстве, когда подростки ранят себя, режут, грызут, то есть вот таким образом проявляя неприятие, ненависть и агрессию, направленную на себя. Но если это, и мы понимаем, что это неправильное состояние, это то, что требует коррекция, иногда и даже лечение. Но в норме человек себя любит и принимает. Точно так же он любить и принимать должен других людей. А если он себя не любит и не принимает, то, как я сказал, это требует специальной коррекции, с этим надо что-то делать, потому что неизбежно наше отношение к себе будет транслироваться и отражаться и на нашем отношении к другим людям, на нашем отношении с Богом. Именно поэтому важно, чтобы люди, которые, например, в результате каких-то полученных в детстве травм, каких-то сложных или неправильных отношений с родителями собственными, естественным образом перенеся это свое отношение к родителям на отношение, например, к Богу, не могут правильно и нормально относиться к Богу. Это требует специальной работы духовной, психологической, в редких случаях иногда даже психиатрической, для того, чтобы привести человека в нормальное состояние, чтобы он полюбил себя, не прощая, не принимая, конечно, свои грехи, борясь с ними, но с терпением и смирением в простоте относясь к себе и таким же образом относясь к другим людям.